От Бреста до Владивостока. 28 октября на Омский ЖД-вокзал прибыл поезд Победы. В вагонах уникальная интерактивная выставка. Главная тема – Великая Отечественная война. Встречающие увидели 10 вагонов. В каждом своя история. Экспозиции охватывают отрезок с 1941 по 1949 годы. От мирного времени к окопам, концлагерям и трем международным трибуналам. Выставку для мечей открыли первые лица региона. Сегодня, да и всегда на самом деле важно, что мы не только перед Днем Победы вспоминаем о Победе, а то, что такая инициатива и Народным фронтом, и компанией «Российские железные дороги», и всеми организаторами создана. И мы в течение года имеем возможность в наших городах наблюдать, по сути, эту экспозицию, выставки, рассказы о людях, о Победе нашего народа. Это, конечно, дорогого стоит. От восковых лиц, скованных ужасом, до формы узников трудовых лагерей. Атмосфера передает тяжелый дух военного времени. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Сходство портретное. Позы, эмоции и выражения лиц подсудимых воссозданы по историческим фотографиям. Над проектом скульпторы и реквизиторы трудятся уже несколько лет. Впервые поезд Победы отправился в путь в 2020 году. За время работы его посетили уже более 700 тысяч человек. Маршрут следования расширен, прибавились города Республики Беларусь. Меняется и сама экспозиция. Новинка этого года – вагон истории послевоенных трибуналов Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского. Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» и медиагруппой «Красный квадрат». Поддержку оказывали Министерство науки и высшего образования РФ, компания «Российские железные дороги» и движение «Волонтеры Победы». Поезд Победы находился в Омске два дня – 28 и 29 октября. После отправился в Свердловскую область. Для тех, кто опоздал на Омский перрон, подготовлен виртуальный 3D-тур. Посетить его можно на сайте поезда Победы.